Добро пожаловать на канал Дмитрия Череватенко. Друзья, всем привет, на связи Дмитрий Череватенко. Красавчики! Иногда у тебя удачи есть. Реально, правильно? Да. А нет, человек, блоки. Блоки? Блин, да это фиг. Ну это общественное место, но частная территория. Ну это как по конституции, что говорится, что можно снимать вообще с подписчиков. Я вам даю на два билета, но на утренний дневный сердце. Саша, молодец. Грабишь меня, грабишь. Поставь лайк. Всем привет, друзья, на связи Дмитрий Череватенко. Сегодня у нас немного необычный выпуск, мы решили сделать небольшой эксперимент. Если вам зайдет этот выпуск, если вам все понравится, ставьте лайки, и мы будем делать так чаще. У нас сегодня есть приглашенный гость, его зовут Александр Гаврилин. Это известный голос, известный актер-дубляжа. Довольно! Вы все ничтожны предо мной! Я бог, тупое ты создание! И также у нас есть шесть персонажей. Шесть персонажей, которых вы видите на своих экранах. Этих персонажей знает весь мир. Возможно ли обычному человеку, который иногда смотрит телевизор или ходит в кино, соотнести голос известного Александра Гаврилина с одной из шести картинок известных персонажей. Что из этого выйдет, мы узнаем сегодня. Я очень много уже говорю, поэтому давайте начинать. Поехали! Смотрите, хотите билеты в кино выбрать? Да, можете, вполне. Смотрите. Задача следующая. Мы сейчас будем звонить одному очень известному голосу. У нас есть пять картинок. Пять, не картинок даже, а пять персонажей, которых вы точно знаете. Фредди Меркури, Человек-паук, Уоки, Звезда родила, забыл, как актера забыл. Брэдли Купер. Брэдли Купер. Дэд Кул и Том Харби. Смотрите, мы сейчас позвоним актеру, дубляжа настоящему. Вы знаете этот голос точно. И этот актер озвучивает одного из этих персонажей. Всегда. То есть этот голос принадлежит этому актеру. А если вы угадаете, кому какая картинка, то я вам куплю кофе. А если не угадаете, то вы мне купите. Сделаем? Отлично. Мы снимаем небольшой ролик. Вы не против? Нет. Не нужно? Ладно, хорошо. Нет, я уверен, вы знаете. Я уверен, вы знаете. Давайте, давайте. У нас пар еще не было. У нас только вот друзья. Кстати, перед вами все угадали. Это я вам просто объясню. Это мы тоже согласны. Спасибо. 20 председатель. 20. По 20. Отжимайся. По 20. Все. Я позвоню одному из актеров-зактеров-зактеров, очень известных. И ваша задача будет определить, к какому из героев принадлежит голос, который вы сейчас услышите. У вас будет 30 секунд, чтобы поговорить, послушать голос. Саня, здорово. Ну, ты готов? Готов? Давай, я сейчас наушники передаю. Так, давай. А, 30. Можешь сказать привет? Привет. Привет. Слышно? Да, хорошо. Как дела? Время пошло. Да, все прекрасно. Не жалуюсь. Да. Как погода? Да, погода сегодня солнечная, прикольная. Вот вы, наверное, не знаете, чтобы вы могли лучше распознать мой голос, я немножечко расскажу вам. Вы, наверное, гуляете и не знаете о том, что в этот день родился замечательный изобретатель Эрнё Рубик. Тот самый, который изобрел кубик Рубика. Я сейчас прочитаю вам небольшой текст. Не понятно, или нет? В России, как и во многих странах мира, день рождения кубика Рубика ежегодно отмечается 19 мая. Несмотря на отсутствие массовых празднований, торжество приобрело известность в отдельных тематических кругах. В 1972-м ученый крупной химической компании «Американец» Ааа, все что ли? Блин. Я передаю наушники. Да, кто будет? Можешь поприветствовать. Здравствуйте. В прямом эфире. Алло. Здрасте, как меня слышно? Нормально? Да, здравствуйте. Более-менее. Более-менее, ну отлично. Ну, мы тут проводим небольшой эксперимент. Надеюсь, что вам удастся идентифицировать мой голос. Я немножечко расскажу. Вы, наверное, гуляете и не знаете, что сегодня день рождения Эрнё Рубика. Тот, который изобрел кубик Рубик. Папа! Вот. Как у вас настроение? Как погодка? Отлично. Вы местные, в Москвичи или приехали откуда-то? Местные? Отлично. Класс. Круто, когда москвичи гуляют по Москве. Обычно они куда-то уезжают в неизвестные края. Очень классно, хорошего вам настроения. Ну и такой же замечательной погоды, как сейчас. Блин. Здравствуйте. Меня слышно? Меня слышно хорошо? Да. Ну, отлично. Ну, раз уж такое дело, наконец-то у нас впервые девушки появились. Я прочитаю вам небольшой кусочек, ладно? Стихотворение, чтобы не выдумывать из головы. Я думаю, что вам будет несложно. Прочитаю одно мое любимое стихотворение. Сейчас я его найду. На память я его не помню, а так... Да что ж такое. Сейчас, одну секунду. Люблю грозу. В начале мая, когда весенний первый гром, Как брезвязь и игра игрокочет в небе голубом. Времят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит. Повисли перли дождевые, солнце нити заводит. С горы бежит поток проворок. В лесу не молкнет птичий гам. И гам лесной, и шум на горле все вторит весело грома. Ты скажешь, ветреная геба, кормя зевесово овла, Громокипящий кубок с неба, смеясь, на землю пролела. Ну, вот такое вот небольшое стихотворение. Как у вас настроение? Весеннее? Ты не дал, не дал даже девушкам ответить. Сейчас мы доснимем. Нет, вы прекращайте сейчас. Все через администрацию такие съемки. Мы себя снимаем. Даже не вы снимаете. Да, я вижу, как вы себя снимаете. А вот эта молодость. Он дал согласие. Через администрацию. Ну, это общественное место. Но частная территория, вы понимаете? Ну, это значит, в конституции, что говорится, что можно снимать в общественных местах, правильно? А вы еще не понимаете, что это частная территория? Это общественное место? Это частная территория. В общественных местах не существуют определенные правила. Можно мы сейчас с ними к администратору подойдите на центральном кухне. Слушайте, да? Ну, тут затеяли такой небольшой эксперимент. Онлайн, так сказать. Надеюсь, что вы сможете идентифицировать мой голос. Я на вашей стороне. Вот, прочитаю вам небольшой кусочек текста. Я думаю, что вам будет проще. В России, как и во многих странах мира, день рождения кубика Рубика, который, кстати, ежегодно отмечают 19 мая. Несмотря на отсутствие массовых празднований, торжество приобрело известность в отдельных тематических кругах. В 1972 году ученый крупной химической компании, американец Ларри Николс, получил патент на магнитную головоломку. Ее основной целью являлся процесс сборки двигающихся частей одного цвета. Но потом, сразу после Николса, до этой идеи дошел сам Эрню Рубик, который изобрел кубик Рубика. В Будапештской академии в попытках объяснить своим студентам теорию групп, случайно он приходит к схожей кубической головоломке из 27 составляющих. Над механизмом преподаватель трудился довольно долго, получив венгерский патент только в 1975 году. И через пару лет игрушка поступает в открытую продажу и приобретает большую популярность. Я думаю, что вы догадались, кто сейчас у вас в наушниках звучит. Вот, поэтому желаю удачи. Думаю, что у вас все получится. Друзья, если вы хотите, чтобы ваш голос также узнавали на улице, переходите по ссылке внизу на медиапортал «Школы Спекут». Там вы можете найти бесплатные материалы и статьи на тему голоса, на тему ораторского мастерства, на тему публичных выступлений. Также вы можете записаться на бесплатные мастер-классы, которые проводят эксперты «Школы Спекут». Бегите по ссылке, а мы продолжаем. Итак, одна попытка. Раз, два, три, четыре, пять. А, ну и шесть. Да. Вот, на самом деле, кажется, то, что... Ну, два, пять, два варианта. Да, у меня есть Локи, есть Фредди Меркери, но Фредди Меркери нет. Локи или Фредди Меркери? Человек как раз нечувствует. Да, я понимаю. Дай попробую. Давай, говорим, давай я это раз. Скажешь, я так не знаю. Так он же не слышал. На самом деле, может, тебе на удачу не пойдет. Да не пойдет. Хорошо. Давай, раз или два. Фредди или Локи? Человек. Локи? Да. Ты, вы, правильно? Красавчик. Ты, ты, иногда у тебя удача есть. Реально правильно? Да. Ты выбрал это на удачу или... Нет, нет, было очень похоже, но с Фредди были сходства в плане конкретной подачи. То есть, как-то вот между словами была вот такая пауза, которая именно вот похожа и на Фредди, и на Локи. А кино смотрели? Кино смотрел, да. Вот. На самом деле, вот на самом деле, вот я хотел сначала Фредди выбрать, но Локи вот это что-то вот у меня тут екало. Прям узнал, думаешь? Прям узнал. Узнали? Реально узнали? Нет, нет. А стоп, стоп, стоп. А стоп, стоп, стоп. Три, шесть, четыре, четыре. Нет, нету. Там нету. Нету. Кто? Либо вот, ничего упало. А нет, человек был. Локи. Локи? Да. Блин, да это пипец! Красавчики, пойдемте за кофе. Я его смеху взял. Да? Да. Надеюсь, что вам удастся идентифицировать мой голос. То есть, реально узнал голос? Да. Круто. Идем покупать кофе. Ваш ответ. Не торопитесь, не торопитесь. Раз. Два. Три. Отлично. Мы все-таки думаем бассейн. Вот этот? Прощаемся. Нет. Это Александр Гаврилин. В общем, он официальный голос Локи. Серьезно? Мне казалось, что голос мягче. Но ты слышал голос? Да, я слышал. Все, я себя снимаю, мы уходим. В чем проблема? А почему? Вы же знаете, что вы не правы? Почему? Ну, потому что это общественное место. По конституции? Но частная территория, вы можете понять, не существует. По конституции что говорится? По конституции говорится. Вы меня не слышите. Но вы знаете конституцию? А вы знаете, что частная территория? Вы понимаете, что там будет частная? То есть, частная территория, это больше конституции. Понимаете, что существует определенное правило? Я себя могу снимать. Себя, да. Ну, все. Не нашу. Когда мне было 6 лет, в книге под названием «Правдивые истории» я однажды увидел замечательную картину. На этой картине огромная змея, удав, проглатывала хищного зверя. В книге говорилось, удав глотает свою жертву целиком, не жуя, а потом спит полгода подряд, пока не переварит пищу. Я много раздумывал над полной приключением жизни джунглей и сам нарисовал свой первый рисунок. Я показал свое творение взрослым и спросил у них, а вам не страшно? Тогда взрослые ответили, ну разве шляпа страшная? Но это была совсем не шляпа, это был удав, который проглотил слона. Вот как-то так. Надеюсь, теперь все понятно. Давайте уже. Это точно не пройдем, я проявляю. Отпадает? Точно. Мне кажется, это будет. Это точно не пройдем. Это точно не пройдем. Это как не отмечает. У него тоже не волна, не другой. Ну хорошо. Итак, раз, два, три. Ответ? Ну блин, выключензак. Ну, вот 300 рублей вам даю на билет в кино. Красавцы. Молодцы. Спасибо вам. Вам спасибо. Все, давайте. Хорошего дня. Я вам даю на два билета, но на утренний дневный сервер. Все, 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 счастливо. Спасибо вам. Саша, все, хватит. Ну все, заберечь тогда, ладно? Все, спасибо. Все, счастливо. Саша, молодец. Грабишь меня, грабишь. Друзья, если этот ролик наберет хотя бы, давайте, две тысячи лайков, то мы будем делать такие же форматы. И дальше мы поедем в центр города, например, на улицу, потому что в торговом центре это не очень удобно делать. И будем делать уже это с большим количеством людей, чтобы у нас была хорошая статистика там и по узнаваемости голоса, и по вовлеченности людей вообще в эту профессию. Будем рассказывать об этом людям, будем знакомить людей с актерами дубляжа, с нашими известными голосами, которые делают огромную работу, но, к сожалению, их никто не знает и не узнает. Спасибо вам огромное за внимание. Поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий. С вами был Дмитрий Чреватенко. Пока. Поставь лайк.